Привет! С вами Екатерина Воропай и сегодня в последнем в этом году новостном выпуске «Объектива». Как Украина возвращала Харьковскую область и Херсон? Помогли гигантская 3D-карта, американские советники и расхалябанность российских войск. Война на истощение. Что может предпринять Путин, чтобы склонить чашу весов затянувшегося конфликта в свою сторону? Обстрелы Украины, атаки российских областей и базы под Энгельсом. Как прошел вчерашний день войны? Еще расскажу, что Единая Россия запретила своим депутатам и почему запрещают игрушки хаги-ваги. Начинаем. Мы все помним мощное украинское контрнаступление в Харьковской области. Все тогда поражались его стремительностью и масштабом. Газета Washington Post собрала много интересных фактов о том, как оно готовилось и происходило. А бонусом еще и открыла несколько тайных деталей освобождения Херсона. Итак, факт первый. Изначально наступление под Харьковом должно было стать просто отвлекающим маневром. Чтобы Россия перебросила какое-то количество войск с юга из-под Херсона и Мелитополя. Туда, на северо-восток страны. Но со временем украинское командование поверило в реалистичность этого плана. Его решили воплотить полностью и не просто отвлечь внимание противника, а реально отвоевать значительную часть Херсонской области, города Изюм и Лиман. Факт второй. В конце августа генерал-полковник Александр Сырский, командующий Харьковским контрнаступлением, собрал всех командиров в полевом штабе. И там прошло крайне необычное мероприятие. На 3D-карте, площадью 48 квадратных метров, это размером целую квартиру, на секундочку, полевые командиры отрабатывали передвижение своих бригад. Каждый полководец детально прошел предписанный ему маршрут среди копий городов рек и лесов. Попутно отрабатывались внештатные ситуации, оперативное снабжение и связь между частями. Факт третий. Украина и США создали специальную систему связи для разведки. В СССР говорили, какой объект они хотят поразить. Колонну техники, нефтебазу, склад боеприпасов. А Пентагон, используя свою широкую разведывательную сеть, вычислял местоположение этих объектов и давал украине координаты. При этом в самом планировании контрнаступления американцы активного участия не принимали. И такой стремительный успех для них оказался сюрпризом. Факт четвертый. Российские войска узнали, что украинцы что-то замышляют, но ничего с этим не сделали. По словам источника газеты в Пентагоне, информация о планах Украины просто ни до кого из российского командования не дошла. Ну или ее проигнорировали. Это могло произойти, потому что полевые командиры попросту улгали своему начальству. Ну а то своему. Факт пятый. Уже про Херсон. Украина изначально готовилась к большой атаке на всем Южном фронте. Главной целью должен был стать Мелитополь. И это бы позволило разорвать сухопутный мост в Крым. Но во время отработки маневров в Германии генералы из США и Великобритании смогли переубедить украинских коллег, чтобы те ограничились пока что только взятием Херсона. Один из фактов, который повлиял на решение ВСУ, это компьютерные симуляции. Они показали, что с нынешними силами Украины не получится взять Мелитополь. Факт шестой. Украинское командование прорабатывало вариант разрушения Новокаховской плотины. ВСУ даже нанесли один пробный удар по ней. Идея заключалась в том, чтобы поднять уровень воды в Днепре настолько, чтобы переправа россиян затопила, а деревни нет. Но в результате от этого плана отказались. Факт седьмой. Киев был изначально недоволен скоростью продвижения в Херсонской области и поэтому тайно сменил там командование. Новым ответственным за направление стал бригадный генерал Александр Тарнавский, заместитель генерала Сырского, командующего под Харьковом. Сделали они это, повторю, тайно, чтобы не дать инфоповодов российской пропаганде. Наш канал существует только благодаря вашим пожертвованиям. И спасибо каждому, кто нас поддерживает. А если вы еще не оформили подписку, самое время. Переходите по ссылке в описании. А поддержать конкретно этот выпуск и сделать нам подарок на Новый год можно по кнопке «Спасибо» под роликом. Институт изучения войны указывает, что действия российских сил под Бахмутом почти достигли кульминации. На военном языке США термин «кульминация» означает, что войска сражаются на пределе своих возможностей. И что скоро им потребуется взять паузу, чтобы восстановить силы. По мнению аналитиков, есть несколько факторов, которые указывают на приближение этой самой кульминации. Во-первых, в Бахмут стали приезжать представители украинского командования. Сперва его посетил Зеленский, а позже в Бахмуте побывал начальник главного управления разведки Генштаба ВСУ Кирилл Буданов. Во-вторых, на этом участке фронтов больше не действуют российские ротные и батальонные тактические группы. Вместо них сражаются небольшие отряды численностью до 10 человек. И в-третьих, недавно в Бахмут были направлены российские десантные войска, чтобы поддержать военных из ЧВК «Вагнер». По мнению аналитиков, это говорит о том, что силы наемников истощились, и им требуется подкрепление для проведения операции. Российская армия пытается захватить Бахмут еще с мая. Многие жители уже давно покинули город, и почти все местные кафе и магазины закрылись. Как пишет New York Times, в городе остался всего один киоск, который продает горячую еду на вынос. Всякие пирожки, беляши и сосиски в тесте. Работники этого магазина готовят выпечку на газовой плите, а разогревают в микроволновке подключенный генератор. По их словам, самой большой популярностью покупатели пользуются мини-пицца и пирог с сыром, мясом и укропом. Вчера на территории города Энгельс, где расположен военный аэродром, были слышны взрывы. По словам местных жителей, работали системы ПВО. Известно, что был сбит некий объект, но что именно это было, не уточняется. Это уже не первый подобный случай в Энгельсе. Несколько дней назад над аэродромом сбили украинский беспилотник. По данным Министерства обороны России, из-за обломков дрона погибло три человека. В начале декабря, кроме Энгельса, украинский дрон долетел еще до аэродрома Дягилева в Рязанской области. Кстати, вчера противовоздушная оборона работала еще над двумя областями России. В Брянской области на территории Клинцовского района было сбито несколько беспилотников. Также сообщалось об обстреле Белгородской области. По словам ее губернатора Вячеслава Гладкова, ракеты прилетели на автомобильную развязку. Пострадавших нет. Вчера российская армия вновь нанесла массированные удары по территории Украины. По данным украинского командования, по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры было выпущено 69 ракет, и 54 из них сбили при помощи ПВО. Под огнем оказались Киев, Львов, Одесса, Харьков, Николаев, а также Житомирская, Тернопольская, Винницкая и Хмельницкая области. По данным мэра Киева, Виталия Кличко в столице из-за обстрелов пострадали три человека. В Харьковской области погиб один человек. А в одном из сел Ивано-Франковской области ракета прилетела в жилой дом, но не взорвалась. Фото с неразорвавшейся ракетой опубликовал замруководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Министерство обороны России официально не комментировало обстрелы, зато выложило у себя в Телеграме вот такую картинку. Видимо, как ответ всем тем аналитикам, которые утверждают, что у России кончаются боеприпасы. Вчера утром на территории Беларуси в Брестской области упали обломки ракеты. По данным Белорусского министерства обороны, обломки принадлежат ракете С-300. Она залетела в Беларусь в территорию Украины и позже была сбита системами ПВО. И это не первый случай во время войны, когда снаряды случайно падают на территории других государств. 15 ноября одна такая ракета упала в Польше, а 5 декабря еще одну ракету обнаружили в Молдове. Казахстан заявил, что экстрадирует в Россию бывшего сотрудника ФСО Михаила Жилина. После объявления мобилизации Жилин вместе со своей семьей решил покинуть Россию и направиться в Казахстан. Его жена и дети пересекли границу легально. А вот Михаил, опасаясь, что на пограничном пункте его не выпустят, выехал в Казахстанный закон. Его задержали казахстанские пограничники. Михаила обвинили в незаконном пересечении границы, а Россия объявила его международный розыск по статье дезертирства. В статусе беженца в Жилину его семье отказали. По данным супруги Михаила, вчера его привезли к границе России и Казахстана и готовятся передать российским пограничникам. А сейчас информация для тех, кто очень ждет сводку с фронта и пишет про нее комментарии. Мы все видим и от формата отказываться не собираемся. Сводка в наших выпусках еще будет и мы делать ее не бросим. Но сейчас есть некоторые технические моменты, из-за которых каждый день ее делать не получается. Да и фронт в целом стабилен. Но если что, мы про все обязательно расскажем и со временем сводка снова появится. Война с нами уже почти год. Однако последние пару месяцев линия фронта практически неизменна. Боевые действия затягиваются и все это превращается в войну на истощение. Какие варианты действий есть у Путина дальше, разберемся вместе с военным историком Мартином Ван Кревельдом, статью которого публикует Дивельт. Вариант первый – это сохранить статус-кво. То есть Путин вполне может продолжать войну на истощение. С одной стороны, у него экономика, которая пока не рухнула под санкциями и ограничениями, но может в любой момент. С другой стороны, в противниках мощная западная коалиция на стороне Украины, которая пока не думает терять единство. Так что если Путин решит пойти по этому пути, еще неизвестно, кто будет в плюсе. Второй вариант – пойти ва-банк. Путин может объявить полноценную мобилизацию, отправить на фронт всех мужчин и подчинить всю экономику только военным нуждам. Такая стратегия может сработать, но может и выйти боком. Например, для союзников в Первую мировую войну это закончилось успехом. Но для Ирана в войне с Ираком обернулась полным провалом. И кроме разрушенной экономики и немыслимых жертв ничего не принесла. Третий вариант – превратить Украину в руины и потом пытаться ее захватить. Скорее всего, именно это и пытается сделать Путин последними авиаударами. Сжечь все дотла, заставить как можно больше людей уехать и потом захватить разрушенным. В малом масштабе мы видели это в Северодонецке и сейчас видим в Бахмуте. Но такие действия не всегда приносят плоды. Например, США 10 лет пытались уничтожить все живое во Вьетнаме, но в результате бросили эту затею и ушли ни с чем. Следующие варианты автор статьи считает куда менее вероятными. Четвертый заключается в том, что Путин убедит Лукашенко непосредственно вступить в войну. С одной стороны, это расплит внимание Украины и заставит ее удерживать еще один фронт. Но армия Беларуси невелика. Как мы говорили в предыдущих выпусках, какого-то значительного продвижения на севере Украины не будет. Пятый вариант для Путина – это применить тактическое ядерное оружие. Оно не способно уничтожить целый город, но вот условный завод или нефтебазу – вполне. С другой стороны, оно на долгие годы оставит радиоактивный след и сделает землю непригодной для жизни. А применение такого оружия вблизи линии фронта будет напрямую угрожать своим же российским солдатам. Шестой вариант автор статьи считает полностью нереалистичным. Это применение стратегического ядерного оружия, то есть баллистических ракет и бомб по мощности, как в Хиросиме, или даже больше. Вельт пишет, что на это Путин никогда не пойдет, потому что применение этого оружия почти наверняка спровоцирует ответ США, а следом, возможно, и Китая. Ну и в конце скажем про седьмой, тоже не особо правдоподобный по оценке автора вариант – вывести войска и заключить мир. Конечно, самому Путину такой шаг нравится меньше всего. Словам автора статьи, он почти наверняка закончится тем, что Путин потеряет власть, а его режим рухнет. Доцента МГУ и политика Михаила Лобанова арестовали на 15 суток. Ему вменили неповиновение сотрудникам полиции во время проведения следственных действий. Вчера утром к нему пришли с обыском по делу о фейках про армию, возбужденному против Ильи Пономарева. Вчера скончался советский и российский композитор Эдуард Артемьев. Автор музыки к фильмам «Солярис», «Сталкер», «Сибириада», «Свой среди чужих», «Чужой среди своих» и многих других культовых лент. Артемьев был очень разноплановым композитором. Он писал и симфоническую музыку, и электронную, и оперы, и саундтрек к фильмам, и мультфильмам. И даже песни, например, хит Валерия Леонтьева про Дельтаплан. На этом грустные новости не заканчиваются. На 83-м году жизни скончался бразильский футболист Пеле. Он единственный футболист в истории, который трижды становился чемпионом мира. Международная футбольная ассоциация признала его лучшим игроком 20 века, а Международный олимпийский комитет – лучшим спортсменом в столетии. Россияне снова смогут скачивать операционные системы Windows. В Марсе компания Microsoft, владелец этих систем, объявила об уходе из России. После этого доступ к программному обеспечению можно было получить только через VPN. Но теперь, по данным журналистов, Microsoft перестал блокировать российские IP-адреса. В Одессе демонтировали памятник Екатерине II и Александру Суворову. По данным Горсовета Одессы, памятники перевезут на хранение в Одесский национальный художественный музей. Решение о демонтаже принимали довольно долго. Еще в августе этот вопрос рассматривала историкотопонимическая комиссия. А в начале ноября Горсовет предложил жителям Одессы проголосовать, оставлять памятники или нет. В итоге 30 ноября памятники было решено демонтировать, что, собственно, и произошло в ночь с 28 на 29 декабря. Вчера Путин сделал прекрасный подарок российским чиновникам на Новый год. Он подписал указ о действиях по борьбе с коррупцией на время войны. В пункте «Ж» указано, что пока идет война, чиновники могут и публиковать декларации о доходах и имуществе. Теперь эти отчеты будет получает только администрация президента, и никто не будет выкладывать их в общий доступ, как это было раньше. По сути, указом о борьбе с коррупцией эту самую коррупцию теперь прячут. А вы видели в магазинах такие игрушки? Хаги-ваги. Вот теперь их в России не будет. И виноваты тут не санкции. Роскачество обнаружило нарушение в маркировке на этикетках и по содержанию токсичных веществ. По данным Роскачества, эта игрушка уже убрана с продажи в крупнейших российских маркетплейсах – Озоне, Яндекс.Маркете, Сбермаркете и Вайлдберрис. «Единая Россия» разработала кодекс публичного поведения депутата. Он состоит из 11 пунктов. Среди прочего, депутатам рекомендуется не писать посты, находясь в неадекватном физическом и психическом состоянии. Не публиковать в социальных сетях фото приметов роскоши, поездок в дорогие места и обеда в ресторанах. Не использовать нецензурную лексику и жарганизмы, которые, цитата, могут дать оппонентам повод для троллинга. А главное, не комментировать события и международную повестку, не уточнив перед этим официальную позицию МИДа. Еще в кодексе есть сборник примеров. Так делать не надо. Там собраны посты депутатов, в которых те шутят про Казахстан. Например, предлагают его вернуть на историческую родину, то есть соединить с Россией. Жаль, конечно, что Медведев не входит в Госдуму. И на него этот кодекс не распространяется. А то он прямо правил за правилом нарушает. Кстати, пишите в комментариях, какой еще совет вы бы дали депутатам. А на сегодня у меня все. Обязательно поставьте лайк нашему последнему новостному ролику в этом году. И до завтра!